Здарова вам всем, ребята, Кентуха на проводе и прямо сегодня я вам покажу Stand of 2 в реальной жизни, так что присаживайся по удобней, обязательно прожимай огромнейший лайк, подпишись на мой канал и напиши любое хорошее комментарие, потому что сегодня будет просто нереально крутое видео. Приятного тебе просмотра, поехали! Хочешь за одну минуту жизни? Давайте для начала я возьму Дигл, да, это, ребята, любимое оружие многих киберспортсменов, честно говоря, я тоже обожаю играть с иглом, и давайте посмотрим, на что же способна эта малышка в Stand of 2. То есть мы стреляем, обратите внимание на анимацию, как все это работает, какой звук выстрела и так далее, ну а прямо сейчас мы посмотрим Диггалу в реальной жизни, приятного просмотра. Я просто в восторге, разработчики большие молодцы, потому что вы сделали Диггал максимально похожим на Диггалу в реальной жизни. Ну а дальше у нас идет АКР. Ребята, АКР это любимое оружие многих киберспортсменов, и честно говоря, я скажу даже больше, я сам обожаю играть с АКР, потому что мне очень сильно нравится отдача этого оружия, она реально небольшая в сравнении с другими оружиями, например, с тем же каким-то UMP, MP7, M16 и так далее, то отдачу тут плюс-минус можно контролировать, поэтому мне очень сильно нравится оружие АКР. Ну а какое же АКР в реальной жизни, вам всем интересно, давайте-ка мы прямо сейчас с вами посмотрим и сравним. В целом, ребятки, я скажу так, все очень даже похоже, но самое главное это перезарядка, потому что в реальной жизни перезарядочка немножко другая. Давайте посмотрим внимательно. Обратили внимание на перезарядку, но, как мы видели в реальной жизни, надо еще потянуть за курок сбоку, я не помню, как он точно называется, поправьте меня в комментариях. Поэтому мы уже нашли первое различие. Ну а сейчас мы уже дошли до самого интересного, это, ребятки, анимация на АВМ. Давайте проверим, вначале обычный самовыстрел, смотрите на просто анимацию выстрела, анимацию перезарядки, как же все это работает. То есть это обычный выстрел, после каждого выстрела надо тянуть за какой-то курок на себя, чтобы выскочила гильза. Но теперь посмотрите на перезарядку, анимацию перезарядочки, да, все запомнили, в принципе все понятно. Давайте-ка мы сравним все это с реальной жизнью. В плане анимации Аксели молодцы, они постарались, потому что все максимально правдоподобно, как и в реальной жизни. Ну а прямо сейчас вам покажу эмочку с глушителем, как она стреляет, какая анимация и как же она выглядит в реальной жизни. Ну что ж, поехали. Вначале обычная анимация выстрела, мы видим, что анимации почти нет. И самое главное, обратите внимание на звук, потому что он максимально тихий, просто слушайте. Запомнили? А теперь смотрим на М4А1 в реальной жизни. Ну а дальше, ребятки, у нас идет ФАМАС, потому что я скажу так, это мое самое любимое оружие, потому что в нем самая минимальная отдача. Просто посмотрите, насколько же все это круто. Просто обратите внимание, я лично кайфую от этого оружия и прямо сейчас вы увидите, как же он выглядит, как же он стреляет и какой же он вообще в реальной жизни. Приятного просмотра. Ну и как мы видим, по поводу отдачи я вам не сорвал, потому что она реально минимальная. Ну и теперь у нас идет обратно же снайперская винтовочка, это М110. Обратите внимание на ее скоростерельность, да, она очень быстро расстреляет. Обратите внимание на количество урона, потому что урон тоже довольно-таки большой, 75 урона. Ну и теперь мы посмотрим, как же эта М110 стреляет в реальной жизни. Только в реальной жизни она называется немножко по-другому, потому что она называется SCAR-20. Ну а дальше у нас, ребятки, идет USP. Это особенное оружие, потому что в первом раунде большинство киберспортсменов играет именно с него. И я скажу так, оно очень неплохое, оно мне очень нравится. Обратите внимание на сколько же оно крутое. И как вы думаете, какое же оно в реальной жизни? Так, ну что же, вначале делаем парочку выстрелов. Мы видим то, что оружие максимально точное, отдачи реально минимальная. Звук максимально приглушен, потому что по сути USP с глушителем идет. Ну а теперь давайте рассмотрим, какой же он в реальной жизни. С USP разработчики справились максимально хорошо. Ну а теперь мы рассмотрим UMP. Да-да-да, вам не показалось, вам не послышалось. Это UMP-шечка. И я вам скажу даже больше, мне это оружие очень нравится. К сожалению, его немножко понерфили разработчики. Но раньше это была просто имба-пушка. И я им всегда покупал в втором раунде. Ну что же, давайте смотреть, как же она выглядит в реальной жизни. Ну вот тут-то аксели и прогорели. Потому что, во-первых, это оружие не бесшумное. Во-вторых, посмотрите на тачу. Какая же она огромная и нереальная. Ну а как мы только что видели на видео, она, к сожалению, не такая в реальной жизни. Ну а дальше хотел бы вам показать про такое оружие, как МП-7. Честно, это оружие, как по мне, максимально бесполезное. Но, тем не менее, давайте посмотрим, какое же оно в реальной жизни. Потому что в игре я им почти не пользуюсь. Все мои знакомые тоже почти не пользуются. Киберспортсмены тоже почти не пользуются. Но радует только одно то, что оно максимально дешевое. Давайте смотреть. Единственное, что я могу вам сказать, то, что в стенд-оффе оно реально быстрое. Но в реальной жизни оно просто максимально скорострельное. Еще вдвое быстрее, чем в стенд-оффе. Ну что же, в принципе, это все. Если хотите получить бесплатно бутерфеля и легаси, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. С вами был ваш Нитока. Всем удачи и всем пока.